Первый доклад. Стопа и тело. Функциональные взаимосвязи. Стратегия реабилитации у спортсменов. Представит председатель управления Лиги Владимир Ильич Нечаев. Город Черноголовка, Московская область. Прошу вас, Владимир Ильич. Добрый день, уважаемые коллеги. Позвольте представить вам доклад. Взаимосвязи стопы и тело. Стратегия реабилитации в спорте. Итак, функциональные цепи атлетов. Функциональные цепи атлетов. В спорте специфика доминирующих движений, как правило, определяет и специфику получаемых травм. Так хорошо известны такие травмы-перегрузки, как локоть пенесиста, локоть капремитателя, колено бегуна, колено прыгуна и прочие. Традиционно эти патологии лечатся исключительно локально, только в месте болезни. Как правило, в России именно так и лечат. Однако, подобные локальные повреждения, это есть наиболее перегруженное звено доминирующей функциональной цепи атлета. Здесь вы видите красными выделены эти доминирующие цепи, которые функционируют у атлета десятки тысяч раз за тренировку. Однако, подобные локальные повреждения, это есть наиболее перегруженное звено доминирующих функциональной атлетов, как представлено на слайде. В специфических доминирующих движениях спортсмена одновременно участвуют мышцы-агонисты, антагонисты, стабилизаторы, нейтрализаторы. Все эти мышцы объединены в функциональные двигательные цепи и работают в строгой скоординированности во времени с целью выполнения определенного двигательного паттерна. С этой точки зрения, локальное и общее лечение только воспалительных проявлений, медикаментозно-физиотерапевтическое и прочее, без оценки и коррекции других звеньев доминирующих двигательной цепи, это лишь палеотип, кратковременно облегчающий ситуацию. Сейчас предложено несколько вариантов двигательных цепей. Это Майерс, это Бюске, как в данном случае, и есть функциональные цепи у доктора Лифа и другие авторы. Они немножко отличаются друг от друга, но тем не менее, все эти цепи начинаются на стопе. Вы это видите здесь. Начало их лежит на стопе. С этой точки зрения, стопа выступает как организатор движения, от стопы зависит четкость выполнения того движения, которое необходимо для данного конкретного спортсмена. Справедливости, ради надо сказать, что теория миофасциальных двигательных цепей, анатомических поездов, вот эта аналогия была впервые высказана Берштейном в 1925 году. Он сравнил наши мышцы с ход наших мышц с поездами дальнего следования и поездами электричками. Есть короткие мышцы, которые перебрасываются через один сустав, а есть мышечные цепи, которые переходят, допустим, от стопы, идут до бедра и далее. Несмотря на некоторые различия, у всех авторов двигательные цепи берут свое начало на стопе. Стопа есть станция отправления анатомических поездов. Кроме выполнения опорной функции, стопа это еще мощное рецепторное поле, место начала и организации движения. При этом, благодаря крайней чувствительности сенсорных датчиков стопы, даже небольшие отклонения в механике или состоянии проприорецепторов стопы могут вызывать негативные эффекты по всей следом мышечной системе. Так, при спазме мышц стопы наблюдается слабость мышц стабилизаторов лопатки. Нестабильность лопатки это фунт для возникновения повреждений плечевого сустава у спортсменов, теннисистов, летателей и прочих представителей, которые больше прикладывают усилий со стороны плечевого пояса. Таким образом, нарушения оппозиционной установки стопы, ее механики или проприорецепции могут быть основной причиной формирования неоптимальных двигательных паттернового атлета и возникновения последующих хронических травм перегрузки. По мнению доктора Лифа, именно в концевых участках функциональных цепей локализуются первичные нарушения. Однако, если жалобы спортсмена локализованы за пределами стопы, врач, как правило, не рассматривает стопу как потенциальный первоисточник проблемы. Практически любая спортивная локомоция начинается на одной стопе и заканчивается на другой. Таким образом, стопа это не только станция отправления, но и станция прибытия анатомических поездов. Функциональные цепи перекрещиваются и переходят с одной половины тела на другую в области таза и поясницы, образуя своеобразное двигательное ядро. Так он предлагает обозначить вот это ядро тела, в котором перекрещиваются функциональные двигательные цепи. Сложно-координированные движения требуют от спортсменов постоянного контроля постуральной устойчивости и положения сегментов тела в пространстве. При этом стабильность ядра тела и стопы в единственной точке опоры имеет решающее значение для эффективности выполнения движения и профилактики травм перегрузки. То есть, когда, чаще всего, когда спортсмен выполняет сложно-координированное движение, единственной точкой опоры является стопа. Причем даже не вся стопа, а, допустим, передний отдел стопы. Нестабильность стопы и поболгие футболистов. Так, например, все мы восхищаемся точностью удара футболиста и точностью силы удара. Но мы забываем, как бы, и рассматриваем, какая у него сильная ударная нога. Но мы совершенно забываем, что точность удара и сила удара зависит также от той ноги, на которой он набирается. От стабильности стопы, на которой стоит футболист при таком ударе. Если же у спортсмена наблюдается гиперконация, то есть завал стопы вовнутрь, вот здесь, как показано, то идет по восходящей цепи внутреннее вращение, избыточное внутреннее вращение колени, колена, бедра, таза. И возникает переход с таза с смещением в локовом сочленении. Это типичная травма футболистов. И я одно время контактировал, допустим, с командой локомотив нашей. Значит, одно время у них, не знаю, как сейчас, но лет 10 назад у них просто был налажен такой, как бы, путь. Если у Балгии мучает, долго мучает, они посылают сразу в Швейцарию и делают операцию, как они говорят, по утяжке колец. Чего они там утягивают, я не знаю, но стопа как была слабая, так и остается. Значит, и были у меня футболисты после этой операции, и все равно боль в локке возвращалась. Причем она присутствует очень у многих атлетов, только, скажем, она не всегда себя проявляет, и нужно уметь тестировать ее. И, соответственно, корректировать. Другой вариант. Гидропрогнация в раку номер один. То есть, если рассматривать по фронтальной плоскости, то избыточная прогнация стопы в момент опоры вызывает смещение тела в противоположную сторону. И вот такой, с каждым шагом смещается тело то влево, то вправо, возникает гипермобильность в области поясницы и боли в области поясницы. То же самое из-за того, что поясница и стопа далеко разнесены друг от друга, редко оценивают стопу как возможный перевоисточник этих болей в пояснице. И пытается лечить эти боли в пояснице также безрезультативно и очень долго. При гиперпромации возникает принцип домино. Каскад боли и перегрузки по всей двигательной цепи. Экстензия бедра и дозефлексия стопы. По Доннбергу ограничение экстензии бедра приводит к преждевременному сгибанию колена, толчковой ноги и избыточной флексии туловища, что вызывает натяжение и спазм мышц задней поверхности бедра, хамсеноксидром. То есть, когда мы идем, экстензия бедра, то есть чем дальше у нас бедро отведено за центр тяжести тела, тем, соответственно, шире шаг. В сборной, в которой я работал, ходоки говорили, чем шире шаг, тем ближе к медали. В данном случае в норме он должен быть больше 15 градусов от ведения бедра к задню, то есть экстензия бедра. Но мало кто знает, что экстензия бедра напрямую зависит от сгибания в голеностопном суставе. Вот эти два угла, они очень связаны между собой функционально. Если наблюдаются блокады, мягкотканные блокады, либо суставные блокады в суставах стопы и в голени, то возникает преждевременное сгибание бедра, отрыв пятки от грунта. И у нас, вот здесь видно розово окрашено, происходит неэффективное отталкивание. Шаг короткий при неэффективном отталкивании. Сейчас на следующем слайде я покажу, что включается при этом. Причем здесь еще изменяется положение поясницы и возникают перегрузочные боли в поясничном отделе. То есть это как раз, данный вверх, это называется блокада в сагитальной плоскости. Либо одна, либо все три вместе. Все они ведут к этому тому же укорочению шага, укорочению экстензии бедра и к болям перегрузки. Кроме того, из-за того, что у нас нога назад не отводится в нужной мере, у нас бицепс феворис не расслабляется до конца. Возникает спазм, а потом микронадрыли в области бицепс феворис. Следующий слайд. Харсеный синдром бегунов. То есть вот здесь это идеально. Жесткий рычаг. То есть самый понятный, во время прохода тела над стопой, значит, одна точка должна быть вращаться, все остальное должно быть блокировано. Тогда образуется жесткий рычаг, который позволяет передать потенциальную энергию вперед, если у нас этого не возникает, а вот такое возникает за счет блокад, мягкоткарных блокад и суставных блокад, значит, это как по выражению того же Данненберга, это все равно, что толкать веревку. То есть очень неэффективно. Нет жесткого рычага, нет движения вперед. Параллельно, как я уже сказал, возникает спазм мышц задней поверхности и, как спортсмены говорят, закрепощение, забитость мышц задней поверхности. И в результате, вот здесь спазм, а здесь микронадрыв. Микронадрыв, как правило, возникает на маховой ноге, вперед маха, когда мышца должна быстро расслабиться и позволит бедру двигаться вперед. Из-за того, что она спазмирована, она не расслабляется, и за счет инерционного движения бедра происходит разрыв мышечных молоков. И лечится это очень долго. У меня сейчас недавно лечилась одна наша спортсменка, 8-краткая чемпион карьера, легкая клетчика. Значит, у ней были два раза прооперированы по поводу Хамсин-синдрома, как она говорит, чистые седалищные бугры, значит, и куча еще другого, чего она не может передать, потому что не медик. Ну, а короткий шаг, как и остался. Еще раз следующий. Итак, функциональные тесты. Я бы их назвал «Найти или зверь?». То есть найти те функциональные блокады, которые ограничивают движение, и лечить их совместно с болью, которая локально образовалась, лечить не только боль, но и отыскивать эти слабые зрения двигательной цепи и ликвидировать их. В противном случае, как я уже сказал, локальное лечение ничему хорошему, к долгим результатам позитивным не приведет. Мышечно-тестирование. Очень хороший метод. Используется в хитлотной кинезиологии, но с оговорками нужно использовать функциональные тесты. В данном случае показан тест амортизации ударов, когда, по сути, имитация удара пятки при приземлении. Врач кулаком бьет по пятке, и перед этим тестирует, допустим, силу мышц тензорфасциалята, и после удара тестирует. Если возникает слабость этой мышцы, то это говорит о том, что есть блокады, суставные блокады в области голеностопного сустава и среднего отдела стопы. И нужно работать с ними. Потому что именно в момент приземления, когда происходит удар в пятке, мышца функционально слабеет и не выполняет свою функцию стабилизатора. Мягко-транные блокады задних мышц тензорфасциал. Вот эта девушка, на тот момент, когда я ее фотографировал, это 13-й год, она была 15-я в мире, где не на полторы тысячи метров. Посмотрите, она не может выполнить пресет глубже, чем здесь показывают. Видите? То есть пресет, одна особенность этого пресета, не разрешать пациентам отрывать пятки от грунта, от опоры. То есть этот тест показывает на укорочение икроножных мышц, на спазм на укорочение икроножных мышц. Далее, когда мы просим достать пальчиками пол, сгибаются колени, и таз отводится назад. Сгибание коленей указывает на спазм икроножных мышц, так же, как и этот, а отвод таза назад указывает на хамстеринксиндром, на укорочение мышц задней поверхности бедра. Вот таким образом, то есть здесь наблюдается спазм задних мышцных цепей. Значит, тест функциональной несообственности. В норме у нас средина коленной чашечки должна падать на второй палец при опоре на одну ногу. Видите? Здесь смещение на большой палец и валгус колена. Естественно, будет перегрузка медиального отдела колена с вытекающими последствиями в виде микротравм. Но начинается это все от избыточной пронации стопы, нестабильной стопы. Порождает вот это все движение. Не нужно об этом забывать. Дорзефлексия стопы отталкивания. Как я уже сказал, в норме это должно быть 30 градусов. 20-30 градусов. В прошлом году мы перемерили всю сборную легкой атлетики первых, вторых номеров. Средний угол дорзефлексии был 26 градусов. Ну, где-то в пределах нормы. Но скажу по секрету, что основная проблема, это были первые номера, вторые были гораздо хуже. Значит, основная проблема тех же легкой атлетов и многих спортсменов это забитость икроножных мышц. Не хватает в наших сборных, не хватает денег на массажиста. Самое элементарное. У нас один массажист на 20-40 человек. А реально он может обслужить 5-7 человек в день. Значит, это ограничение дорзефлексии. И если у нас возникает ограничение, если возникают эти блокады, у нас возникает слишком преждевременный отрыв пятки от грунта. Что происходит? Перегружается и передний отдел, и ахилово сухожилие. Учитывая тот объем работы, который выполняют спортсмены, это неминуемо приводит к травмам. Микротравмам перегрузки. Значит, суставные блокады. Вот там, где они расположены. Ограничение супинации, так и анализируется. Ограничение дорзефлексии, суставное, не мышечное суставное, передний таран. Стопа, пораженная стопа не идет в дорзефлексии. То есть таран не закатывается в вилку. Это диагностика. Ограничение тыльного сгибания пальца. Вот этот гнется, этот не гнется. За счет того, что выступать это называется передняя вилка. То есть вилка как бы вот желтым смещается вперед и натягивается подошвенная паневроз. Простым движением передняя вилка переводится в нормальную вилку и дорзефлексия возвращается. Но это не все. Когда начальник нас научил тест о лебедке в опорное стояние, значит, при этом тесте оценивается подъем свода, то есть насколько он вредитель. Но оказалось, вот по данному герку, оказалось, что это не все. Что вот этот же свод, который, кажется, поднимается и возможно дорзефлексия, которая очень важна в момент отталкивания, она вдруг при нагрузке 90% веса тела на стопу движения отсутствует в суставе. и вот если это увидели, то вы можете смело связывать это с болью в пояснице. Потому что отсутствует полное, если при отталкивании, как я уже сказал, отсутствует здесь дорзефлексия в этом суставе, значит, экстензия бедра не выполняется в полной мере, поясница перегружается, перегружается, как правило, эректоры поясничного отдела с этой же стороны. Вот смотрите, да, как влияет жесткость опоры и тонус мышц. Фриксионный перст простой, значит, вот это она стоит на жестком, и вы видите, что здесь пальчик побежал, здесь стоит на месте, блок, мышечный блок. Мы поставили на мягкое поролон, и тут же увидели, что блок ушел. Так зависит тонус мышц спины от того, на чем пациент стоит. Значит, глава реабилитации, по реабилитации в ВДТ толстой книге более в спине начинается с формирования высокой стопы, высокой свода стопы, вот здесь, короткой стопы, как они называют, и проблевая рецепция, восстановление контроля, двигательного контроля. И только после этого используют упражнения. Ну, проблевая рецепция может в разных упражнениях, восстанавливаться. Самое главное, нужно использовать закрытую кинематическую цепь, то есть с опорой на стопы, а не в положении лежа, тренированных. Значит, реабилитация колена. Использование доминирующей двигательной цепи, в таком случае движения оказываются проприоцептивно обогащенными, то есть как бы мозг формится информацией с механорецепторов рецепторов и стопы, и колена, и бедра, и таза, и поясницы. Это возникает обогащение, проприоцептивное обогащение мозга, и в этой ситуации легче происходит моторное перепрограммирование в сторону оптимизации двигательного оптимизации. Силовые. Очень важно использовать как концентрические упражнения, так и эксцентрические. Вот это концентрическое, а это эксцентрическое. Медленно отпускает резинку. Это мышцы, стабилизаторы каза тренируются. Я заканчиваю. Значит, еще раз, значит, как можно увидеть, что тонус мышцы зависит от стопы, расслабить мышцы стопы за счет через 5 минут вы получаете вот в этом тесте примерно на 5-7 сантиметров меньше. То есть глубже наклоняется пациент. Таким образом через стопу расслабляется вот эта задняя мышечная цепь. Это биомеханика, биомеханическая коррекция ортеза стопы. А это центр про рецептивную эффективность ортеза стопы. Вот так я проверяю ортезы, с которыми мне пришли пациенты. Я ставлю их на ортезы, в которых они пришли и тестирую обстрок тест. То есть есть сила опс, извините. Есть сила в руках. Это по сути тестируются мышцы стабилизатора лопатки. Либо их нет. Вот здесь без стелек руки падают, а здесь она марафонка 46 килограмм, она спокойно выдерживает мой вес. Стоя в стельках. Значит, то же самое здесь босиковый в стельках. Значит, в норме, когда человек бежит либо идет, если левая нога уходит вперед, мышцы правой стороны спины и верхней конечности должны ингибироваться, чтобы позволить скрестное движение. Очень часто это не происходит, когда мы тестируем. И когда мы ставим на мягкие или на стельки, мы вдруг обнаруживаем, что возникает необходимая ингибиция, которая позволяет выполнить правильное движение. Спасибо за внимание. Выводы просто читать век, это меня попытался их изложить. Спасибо. Спасибо. Спасибо большое.